МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир Амурского областного телевидения продолжает выпуск новостей в студии Оксаны Холодова. В начале основные темы. Готовность превышает 90%. На новом мосту Черезеев в Благовещенске устанавливают ограждения для безопасного движения. Ремонт затягивается, сроки сдвигают. Жители Благовещенска жалуются на продолжительное отсутствие горячей воды. Причинение смерти по неосторожности, по факту гибели ребенка, которому стало плохо в лагере-строитель, завели уголовное дело. Город, где каждый приезжий становится местным, как мастер-планы меняют облик амурских муниципалитетов. Монтаж перильных и барьерных ограждений, мачт, освещение, установка конструкции для информационных щитов. На новом Благовещенском мосту Черезеев приступили к работам по устройству дорожной инфраструктуры. Всего планируют установить более 20 километров мостовых ограждений барьерного типа. Также продолжаются работы по устройству съезда в месте примыкания моста к городской дорожной сети, окраски металлоконструкций и монтажу инженерных коммуникаций. Помимо этого, строители укладывают дорожное покрытие на развязке Владимировка-Зазейский, а также финишный слой асфальта на путепроводе и съездах. В региональном министерстве транспорта отмечают, сейчас важно правильно и безопасно устроить всю инфраструктуру и на подъездных путях к объекту. Напомним, новый Зейский мост является одним из крупнейших проектов в Амурской области. Его общая протяженность превышает 10 километров. По предварительным оценкам, реализация проекта позволит разгрузить существующий мост через реку Зея на 40-60%. Собственники почти 200 многоквартирных домов в Благовещенске с 19 июля остались без горячей воды. В городе проводят масштабные работы на коммунальных сетях. Старые трубы меняют на новые. При этом сроки ремонта на некоторых участках смещают, а горожан об этом никто не информирует. Люди жалуются в городскую администрацию на продолжительное отсутствие горячей воды. Мэр областной столицы провел выездное совещание и проконтролировал работы по реконструкции теплосетей. Масштабные работы развернулись в пяти районах города. Они расположены как в центре, так и в микрорайонах областной столицы. Отремонтировать запланировано 8 участков сетей. Это более 2,5 километров труб. Амурская коммунальная система проводит эти работы. Они практически по всему городу. Многие жители заметили, да, это неудобство. Достаточно большое количество участков. 8 участков, на которых ведутся работы, перегорожены. Также уже в год о месяцах, в год о второй месяц, среду горячей воды. Все это объективное обстоятельство. Все контракты заключены до ноября месяца. Соответственно, в октябре месяце работы должны быть все закончены. Тем не менее, есть поручение отработать вопрос по сдвигу сроков для подачи горячей воды во все дома и всем потребителям не позднее 1 сентября. Список домов с указанием адресов и дат подключения к горячему водоснабжению опубликован на сайте городской администрации. Развитие социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры – основные направления, которые будут реализованы в свободном рамках мастер-плана. Напомним, комплексные программы реновации разработаны для четырех городов Амурской области. Один из них осуществят в Тынде. Его уже утвердил президент Владимир Путин. Как изменится город президентского внимания, расскажет Юрий Камышный. Свободный, уникальный город с большим потенциалом. Сегодня возле него строятся сразу два крупных предприятия – Амурский газоперерабатывающий и газохимические заводы. На ближайшие 50 лет они станут градообразующими. Вокруг них возникнут новые предприятия с рабочими местами и продукцией. Начнет развиваться сопутствующая экономика. Неудивительно, что именно газовая отрасль стала основой мастер-плана для этой территории. У нас на территории города сильно развитый газохимический кластер. И это станет драйвером развития других предприятий по дальнейшей и глубокой переработке тех материалов, которые будут произведены на Амурском газохимическом комплексе. А это позволит самому городу иметь дополнительные рабочие места, соответственно приносить прибыль в более насыщенный бюджет города. И этот бюджет использовать, опять же, для развития города в селе улучшения качества жизни самих горожан. Активное развитие города началось с 2017 года. За это время здесь построили новый ФОК, второй корпус 9-й гимназии, водозабор Пёрский. Отремонтировали клуб, все школьные стадионы. Реконструировали и модернизировали все инженерные сети. Из запланированных 53 мероприятий осталось только 7. В городе Свободном уже целый ряд мероприятий в развитии социальной, транспортной инфраструктуры реализован. Вы знаете, что это город президентского внимания. И там действительно за последние 5 лет сделано очень много. Наверное, это по объему новых проектов, по количеству новых проектов. Это, наверное, лидер на территории Амурской области. Там и сегодня эта работа продолжается. Но вместе с тем, конечно, есть еще над чем работать. Мастер-план содержит все эти мероприятия. Параллельно с коммунальной инфраструктурой идет благоустройство города. Разбиваются новые скверы, парки. И не случайно авторы мастер-плана выразили его общую концепцию одной фразой. Свободный это город, где каждый приезжий становится местным. Ожидается, что к 2030 году численность населения этой территории приблизится к 60 тысячам человек. В этом году будет уже открыт городской парк, обновленный по федеральной программе благоустройства. А в следующем году откроется обновленная центральная площадь. До 2027 года должна завершиться работа по парку железнодорожников. И будет обновлен городской дендрай. Кроме этого, будет благоустроена площадь Лозо, на которой появится многофункциональный центр. И в районе городского парка, в самом центре города, появится инфраструктура для подростков. Любой мастер-план развития постоянно корректируется. Не исключение и проект, созданный для свободного. Окончательная защита документа у президента страны должна состояться до конца текущего года. Юрий Камышный, Юрий Кантомиров, Амурское областное телевидение. Более тысячи голов крупного рогатого скота доставили в хозяйство при Амуре с начала года. Большая часть поступила на новую мегаферму в Ивановском округе. В перспективе это сельхозпредприятие должно стать племенным репродуктором. О том, как в области планируют увеличить надой и полностью обеспечить наш регион собственным молоком, расскажет наш корреспондент. Кроме современных коровников, оборудованных по последнему слову техники, новая мегаферма в Ивановском округе может похвастаться и своими рогатыми постояльцами. Меньше месяца назад сюда привезли первую партию элитных буренок галштинской породы. Ее отличительная черта – высокие надое. На этом животноводческом комплексе уже делают прогнозы, сколько молока они будут получать в разные годы. По первой лактации у нас в планах стоит 9 тысяч на голову, надой при жире 4,2 и белке 3,6. Далее по второй лактации это 10 тысяч и 11 тысяч. То есть по первой лактации мы ставим себе цель больше 9 тысяч надоить на животных. Это именно по первой лактации. Для обновления поголовья в амурских хозяйствах в области действует специальная программа, субсидирующая покупку элитных животных. К примеру, если сегодня одна племенная буренка стоит в среднем 250 тысяч рублей, государство возвращает 170 тысяч от покупки. Благодаря такой поддержке в регионе за последние годы выросли надой молока. Данная поддержка что нам дает? Нам она дает, как правило, это прирост производства молока в сельхозпредприятиях составил 12%. На сегодняшнюю дату, на 1 июля, согласно данных статистики, прирост производства молока в сельхозпредприятиях уже составил также 12%. В среднем продуктивность на корову на сегодняшний день уже составляет 3800. И я надеюсь, что за год этот показатель уже будет в пределах 7600 килограммов на одну фуражную корову. Пока при Амуре закупают элитных коров, но уже сегодня реализуются проекты, которые позволят нашим хозяйствам обходиться без завоза животных из других регионов. Только на этом комплексе первое пополнение ждут уже в следующем году. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурская областная телевидение. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал информировать его об обстоятельствах гибели 9-летней девочки в лагере строителя. Она скончалась 1 августа в Амурской областной детской клинической больнице. В медучреждение ее доставили из-за плохого самочувствия. Контролирующие органы уже проверили оздоровительный объект на безопасность. Нарушений не выявлено. Лагерь продолжает работать в штатном режиме. Между тем, по факту случившегося, амурские следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На сегодняшний день причина смерти не установлена. По предварительным данным она не носит криминальный характер. Но четкого понимания, почему умерла девочка, на сегодняшний день нет. Для установления причин произошедшего, причины смерти девочки, обстоятельств, которые привели к гибели ребенка, следственными органами принято решение о возбуждении уголовного дела для того, чтобы объективно подойти к расследованию обстоятельств, установить причины, назначить и провести необходимые экспертизы. Оставил машину открытую с ключом в замке зажигания. В Благовещенске у 72-летнего пенсионера угнали автомобиль. Подозреваемого задержали по горячим следам. Потерпевший сообщил, что около 11 часов оставил свой автомобиль на улице Студенческой и отправился в магазин. Когда мужчина вернулся, машины на месте не оказалось. Получив информацию о преступлении, оперополномоченный уголовного розыска изучил записи камер видеонаблюдения. Полицейские установили район, где может находиться легковой транспорт. Машину обнаружили припаркованной на обочине с молодым человеком за рулем. 18-летнего амурчанина задержали. Он признался в преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Молодой человек до суда будет находиться под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Кинотеатр под открытым небом, арт-объекты, зона отдыха. В Благовещенский сквер Приемыхова модернизируют. Благоустроят территорию благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На обновление объекта город получил 150 миллионов рублей. Вот генплан. То есть, получается, мы сейчас с вами находимся вот здесь, возле памятника, здесь, в улице Горького, и 50 лет октября. Сквер Приемыхова расположен в центре Благовещенска. По проекту, который презентовали мэру города, после модернизации здесь появятся зоны для тихого отдыха, каворкинга, арт-объекта, а также установят небольшой кинотеатр под открытым небом. Там появятся информационные стенды, которые будут рассказывать о творчестве Валерия Приемыхова, потому что столкнулись с такой проблемой при разработке, что многие даже не знают, кто это такой. Также там появятся различные арт-объекты, которые будут дополнять этот сквер, то есть уже более такие современные и функциональные арт-объекты. Например, у нас там будет такой объект, называется он «Прием», то есть где люди смогут по типу, знаете, как телефон, стаканчик и между ними провод. Также на территории высадят живую изгородь, обновят тротуарную плитку, вдоль дороги обустроят газоны и заменят автобусный павильон. Все эти новшества станут доступны благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, где главным призом стали 150 миллионов рублей на благоустройство территории. Предстоящие работы с представителями Центра развития территории обсудил мэр Амурской столицы Олег Амамеев. Сегодня мы вышли на место, посмотрели с коллегами из ЦРТ о тех, скажем так, нюансах, которые необходимо учесть при формировании дорожной карты по реализации данных мероприятий. И по подготовке рабочей документации, и по определению границ, и по набору, скажем, тех непосредственных мероприятий, которые мы должны учесть при благоустройстве в рамках той концепции, благодаря которой мы одержали победу. Амминистрации предстоит большая работа с, скажем так, с собственниками тех зданий, которые идут вдоль, по их приведению в соответствии, в том числе в рамках дизайн-кода. То есть вся эта совместная работа как раз и приведет к тому результату, который мы с концепцией предъявили на конкурсах. Проектом также предусмотрено обновление прилегающего участка улицы «50 лет октября» от Амурской до Горького. Работы должны завершить до ноября 2024 года. Руслан Козловский, Ольга Сысой, Амурско-областное телевидение. Заповедные дали рукой подать. В Амурском областном краеведческом музее открылась выставка. Ее посвятили 60-летию Зейского и Хинганского, а также 25-летию Норского заповедников. На выставке представлены фотографии, которые раскрывают уникальность каждого заповедника, а также собрано более 50 экспонатов. Среди них дневники ученых, журналы кордонов, фоторужье 80-х годов, а также скорлупа яиц двух первых журавлей, выращенных в Хинганском заповеднике. Если говорить о Хинганском заповеднике, самом южном в данном случае заповеднике, то он удивляет нас своими южными фаунистическими представителями, в частности утка-мандаринка, лотос-комарова, реликтовый цветок. И это удивительное место, где происходит реинтродукция журавлей японского и даурского. Если говорить о Норском заповеднике, самом молодом заповеднике, это самый большой по площади заповедник, и это единственный в Амурской области, в Преамурии, маревый заповедник. И здесь мы можем увидеть удивительного рыбного филина. И самое главное, что здесь находится родильный дом сибирской косули. И именно здесь проходит миграция этого удивительного, грациозного животного. Выставка продлится до 4 сентября. Посетить экспозицию смогут все желающие. И на этом все. Спасибо за внимание. Смотрите новости Амурского областного телевидения и следите за самыми интересными событиями вместе с нашими корреспондентами. Заходите на наш сайт amurobl.tv. Самые свежие новости в наших социальных сетях. Всего хорошего, удачи и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok